Теперь мы реже стали вспоминать дорог, Орловских взорванную гать, орешников помятые кусты и пахнущие ельником мосты, обрубленные минами леса, охрипшие танкистов голоса, и Брянский тракт, и битву у Десны. 75 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны. Много ли это или мало? Вопрос открыт. Для нас, не знавших войны, наверное, много. Для ветеранов, защитников, как один миг. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас сегодня на нашей встрече, которая проходит в рамках акции «Неделя культуры в Оренбургской области». И сегодня мы хотели бы вам представить самые известные репродукции картин советских художников о войне. Одна из самых известных картин того времени – картина Александра Локтионова. Художник изобразил его на картине инвалидом с костылем-палочкой, но на самом деле к Владимиру посчастливилось вернуться с войны целым и невредимым. Девушка в кофточке с красной повязкой ПВО – это соседка, и ей на тот период было 19 лет. Дети на картине и впрямь дети. Мальчик-пионер, читающий письмо – это 7-летний сын художника Сережи, а девочка с костами – соседка Маргарита. Для нас Сережи вспоминает Маргарита, тогда это была игра, и за так называемую игру художник презентовал Рите большую куклу во всем розовом. Это был шикарный подарок, вспоминая девочка. Ни у кого такой не было, и эту куклу я возила с собой из квартиры в квартиру. Александр Луксенов – автор десятков картин и сотен рисунков, но его высшим достижением, его визитной карточкой остается картина «Письмо с фронта». Следующая картина, которая по праву считается одной из самых известнейших картин, это картина Александра Дейнеки «Оборона Севастополя». На картине запечатлен скорбный величественный подвиг советских солдат, отдавших свою жизнь при обороне Севастополя в 1942 году. Как вспоминает художник, написать я решил «Оборону Севастополя», потому что я этот город любил за веселых людей, за море и самолеты. И вот воочию представил, как все взлетает на воздух, как женщины перестали смеяться, как даже дети почувствовали, что такое блокада. Мы видим, на городской набережной идет ожесточенный бой. Советские моряки преграждают путь врагу, и битва достигла уже своей кульмиционной точки. Правое дело, за которое сражаются севастопольцы, особенно ярко символизирует фигура матроса на первом плане картины. И эта фигура раненого бойца, бросающего связку гранат, является нервом всей картины. Низкий поклон им, храбрым мужчинам, сражавшимся за родину, за мирной землей. И двойной поклон женщинам. Женщина и жизнь – это слова-синонимы. Но женщина и убийство – это противоестественное словосочетание. Но тогда, в 1941 году, женщина стала солдатом и убивала, защищая жизнь. Это было ужасно, это была жестокая необходимость, перед которой их поставила война. На войне женщины были связистками, летчицами, снайперами, медсестрами. Хрупкие девушки и женщины на войне – это отдельная страничка истории. И, конечно же, это правда находит свое отражение на картинном полотне. Картина Машенька или сестры нашей Бориса Неменского. Образ сестры полевого госпиталя почти девочке стал любимым у многих зрителей. Картина подкупает добротой, искренностью и легкой ноткой печали. Мы видим в двойном освещении утреннего холодного окна и настольные лампы фигуры девушки, кажется, особенно трогательной. Творческий поиск был очень долгим. Было очень художником написано множество лиц. И в результате появился образ настолько проникновенный, что многие солдаты, прошедшие войну, уверяли. На картине изображена именно спасшая их медсестра. Картина Марата Самсонова. И снова перед нами образ девушки на войне. Картина названа коротко и с любовью сестрица. Наряду с мужчинами, как я уже говорила, храбро и мужественно против врага воевали девушки и женщины. На картине мы видим девушку, хрупкую, молоденькую, которая ведет с передовой раненого воина с привязанной головой и несет его оружие. В ее глазах вера в победу, а вокруг напряженный боевой пейзаж. Горит подбитая пушка. Валяются стрельные гильзы. На снегу угадываются очертания противотанковых ежей. И этот пейзаж для художника важный сопутствующий элемент, который призван усилить драматизм происходящего. Девушки рвались на фронт. Они хотели воевать как можно скорее и хоть немного, но приблизить окончание войны побыстрее. Все ждали победу и надеялись. И снова перед нами образ медсестры. Еще одна картина, на которой изображена хрупкая, молоденькая, 20-летняя Валерия Гнаровская. Картина так и называется. Картина тоже Марата Самсонова. Так и называется «Подвиг Валерии Гнаровской». Это реальный персонаж. Служила она санинструктором стрелкового полка. Спасла жизнь многим бойцам и офицерам. И только в одном из боев Валерия вынесла с поля боя 47 раненых. На картине мы видим «Подвиг Валерии». 23 сентября 1943 года в районе одного из сел Запорожской области немецкие танки прорвали оборону. Один из них стал двигаться к привязочному пункту. Тяжелые раненые солдаты приготовились к смерти. И тогда санинструктор, 20-летняя Валерия Гнаровская, взяла связку гранат и бросилась под танк. Как мы выдерживали танк, где ломались здоровые мужики, не знаю. Так мы воспитывались, что без нас ничего не могло быть. Раз началась война, мы обязаны чем-то помочь. «Нужны медсестры? Будем медсестрами. Нужны летчицы? Станем летчицами. А то, что ты чувствуешь, что тебе придется принести, это уже другое дело», — вспоминают женщины, прошедшие войну. Советский солдат прошел пол Европы, пол Земли. И вот она, долгожданная победа. Известная картина «Победа» написана художником Петром Кривоноговым по горячим следам. Великий день победы художник встретил в Берлине, упывающего реставра. Тогда же родился и замысел создать картину «Победа». Над ней художник работал три года. На фоне горящего реставра с задымленными колоннами мы видим ликующих советских воинов-победителей. Каждая фигура солдат, а их десятки на этой картине — это живой индивидуальный образ, отдельный характер. Многие эпизоды войны нам довелось увидеть при помощи художников, которые воевали. Многие художники времен Великой Отечественной войны донесли до нас летопись страшной разрушительной войны. И это память, о которой мы должны помнить, которую мы должны передавать бережно из поколения в поколение. На нашей выставке также представлен небольшой подраздел, который называется «Поздравим ветерана вместе». На этой полке вы можете видеть открытки, сделанные своими руками. Делаем это мы в нашем объединении в творческом, который называется «Арт-уголок фишка». Все желающие, все те, кто хочет поздравить ветерана, могут прийти к нам и изготовить понравившуюся открытку. Выставка репродукции картин советских художников о войне, с которой мы вас сегодня познакомили, является данью глубокого уважения и благодарности участникам войны, которые ценой собственной жизни защищали страну и вместе со всем народом одержали победу. Спасибо за внимание!